Дизайн, байк? Нет, изготовитель Fashan, Shandle, Big Climatic, мануфактуры, всего, LTD, the floor, Blanc, Industrial, Blanc, есть два завода, Blanc, Добрый день, дамы и господа, у нас на обзоре очередной отопительный прибор, это обогреватель Baloo, серия Transformer, Evolution Transformer System, 2-х киловаттная модель, платинум серия, с нагревателем Hedgehog, ну, мы на самом деле уже видели подобный прибор от бренда Electrolux, в принципе, мы сейчас посмотрим, чем они отличаются и отличаются ли вообще, ну, визуально отличаются, по-моему, да? Ну, сейчас посмотрим. Да, дизайном немножко отличается, сейчас мы посмотрим, есть ли в комплекте, специально не посмотрели, есть ли в комплекте колесики, вот, в Electrolux они шли отдельно, здесь посмотрим. Такая же, там, тот же, тот же еж-элемент, все дела. Соответственно, почему трансформер? Потому что берется база и берется отдельно три вида термостата, то есть самый простой механический, электронный и инвертор, с инверторным управлением, с возможностью подключения Wi-Fi. Вот, сейчас мы заглянем вовнутрь и посмотрим, есть ли разница в конструктиве. Собирается, напоминаем, это в России, собирается у нас на заводе в, чаще всего в Ижевске, соответственно, завод большой производственной мощности, делает он уже конвектора очень давно. Но, нагревательный элемент имеет, здесь даже написано, что срок службы более 25 лет, это запатентованная технология. Очень хороший показатель. Давайте посмотрим. А, у меня написано, что он собирается не в Ижевске вот этот. А что написано? Дизайн, байк? Нет, изготовитель Фошан, Шандал, Биг, Климатик, Мануфактуры, СИО, ЛТД, ЗФОР, ПЛАНС, так, Индастрил, ля-ля-ля-ля, ШУМ, ГУАНДОНГ. Одна и та же линейка может собираться у нас в Ижевске и завод в Китае. Одинаковая? Да, они имеют одинаковые производственные мощности. По крайней мере, российский завод собирает в год порядка полумиллиона конвекторов. Прикольно было бы сравнить гуандонгский и российский. Давайте заглянем вовнутрь, посмотрим. Нет, вот здесь замечательный пакетик. В общем, в чем разница, если мы уж вспомнили про электролюк, что разницы внешне я вообще абсолютно не вижу. Это два брата-близнеца. Просто здесь разница логотипов, здесь тоже написано трансформер. Там вот такой вот направляющей штучки нет. Фильтра нет. Даже есть под них вот салазки. А, в Дюшевиле, да, момент? То есть разница в где-то в районе трех тысяч рублей начинается стартовая цена полутора киловаттного обогревателя. Давайте пробежимся по термостатам. Вы держите, да? Немножко вот этот, да? Другой логотип. Вот этот. Да, я и говорю, разница только в... Решетки такие же. Абсолютно такие же термостаты. Ну, написано Балу. Ну, просто написано. Зелененькие такие стали. А вот в электронном там, наверное, кнопочки зелененькие. Здесь все похоже. Сейчас мы посмотрим. Все один в один. О, и еще корпус у Электролюкса был темно-серый. Здесь светло-серый. Электронный термостат такой же. То есть для тех, кто не видел предыдущие обзоры, да, то есть это стандартное электронное управление. Напоминаем, что есть точно такие же режимы, половинчатый режим. Но здесь нет другой. Можно выбрать, ну, то же самое. Вообще все то же самое. Треугольные кнопочки там были такие. Тоже треугольные. Хорошо, проверим. Да, я точно говорю. У нас как раз все это рядом. Там был в Гуандунске квадратные кнопки, прямоугольные. Ага, кстати, да. Вы правы. То есть вот два брата-близнеца. У Балушки по-прикольной, да? Да, я показал, что да, у Балушки по-прикольной. То есть, ну, соответственно, управление температурой, половинчатый режим, мод, это выбор. То есть экономичный режим, можно режим, так называемый, зимний режим, не замерзания. Комфортный режим, кнопка включения-выключения и защита от детей. Ну, и, соответственно, и крышка. Все то же самое, смотрите, наше улик с электролюксом. Так, все один в один. Ну, и основная часть, так сказать, этого Морализонского балета, это... Ну, да, отличается только вот этой частью. Соответственно, абсолютно такой же Digital Inverter термостат с возможностью подключения Wi-Fi. Вот. Так, ну мы Wi-Fi покажем, да? А мы открывать будем его внутри смотреть? Точно такой же элемент, мы видим, что внешне... Ну, давайте тогда не будем. Все абсолютно одинаково. Соответственно, можете посмотреть предыдущий ролик. Ребята, достаточно хороший термостат, мы уже про него много рассказывали. Термостат или ТЭН? ТЭН, да. 10-15 секунд. Ну, я даже понял теперь, почему у них этот термостат, этот татчик здесь. Потому что у них же все там... Хотя они тоже могли отдельно вывести туда. Ну, ладно. Это позиционируется как плюс, потому что потоки теплого воздуха не влияют на показания прибора. Так как он вынесен за пределы прибора. Но там стоит отдельно еще подсекатель, для того, чтобы теплый воздух не попадал на термостат, когда поднимается конвекционно. Поэтому, если пробежаться и сравнить с Электролюксом, да, почему Электролюкс дороже? Ну, бренд сам по себе Электролюкс будет чуть дороже. Правильно, в плане функционала абсолютно брат-близнец точно такой же серии трансформер. Да, наверное, давайте все-таки прямо сейчас два брата-близнеца поставим рядом и посмотрим. Вот, другой дизайн вот этой решеточки. По мне, вот этот дизайн лучше, чем вот эта какая-то штучка. Причем она еще у вас как-то болтается немножечко так. А, на самом деле, на самом деле подштамповка другая. Другая. Сейчас я, честно говоря, сразу не увидел. Наоборот, да, наоборот. Она немножко идет, да, они схитрили наоборот. То есть, вот если перевернуть вот так, и вот здесь, вот здесь вырезать. Блин, тоже не канает, как-то да. Ну, похоже, да. Но передняя часть другая, да. Здесь как бы нельзя сказать, что прям совсем брат-близнец. Но начинка, начинка одна и та же. Если мы говорили про заднюю часть, цвет другой. Цвет немножко другой, да, покраски. Все остальное? Все остальное, моменты крепления. А, это для фильтра? Соответственно, здесь, да, крепление для фильтра. Изнутри крепление. Все одинаково, только цвет другой. Абсолютно, да. А тут даже гнездо посадки. Даже пластик внутренний, он сделан под цвет корпуса. И здесь он тоже темный. Да, они даже разные пластики делают, офигеть. Просто нужно, да, нужно выбирать чисто по бренду, кому что интересно. Если кто-то любитель шведского бренда Electrolux, можно взять Electrolux. Если кому-то без разницы что, можно взять точно такую же серию трансформер с отдельными термостатами. Можно взять Baloo. А мне кажется, здесь выдох немножко поинтереснее будет, потому что он под углом, да, здесь как-то более правильно он вверх будет идти. Ну, если мы возьмем Baloo, сравним с Nobo. У Nobo тоже никогда вот такого подобного не встречи. Ну, у них стоят такие жалюзи специальные, которые сгибают воздух. А здесь вот, ну, это тут уже аэродинамика. Да, это все очень относительно. Поэтому, если хотите немного сэкономить, да, то можно взять Baloo. То есть, там нет фильтра, да, и дизайн немножко другой. Ну, и бренд считается чуть-чуть попроще. Поэтому, если есть какие-то конкретные вопросы, можете оставить их в комментариях. Baloo серии трансформер Evolution очень даже неплохая. Поэтому, можно сказать, даже хорошая, даже суперская. Поэтому подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok